Всем привет! Сегодня у нас будет время истории. Зачитаю историю и девушка ждет вашего комментария. Итак, мне бы очень хотелось услышать совет со стороны истории о турецком мужчине и недавнем недоверии к нему. Полтора месяца назад мне вконтакте написал молодой человек, турок, и сразу начал красиво петь о том, что я ему безумно нравлюсь, фотографии мои классные, видимо я его судьба. Он попросил дать ему шанс и начать с ним пока элементарно просто общаться. Первой реакцией на его слова был смех, который перешел в бешенство. Почему так? Да потому что девочке ровно за час до знакомства с этим парнем я разорвала все отношения со своим любимым турецким мужчиной. Но это совсем другая история, которая отняла у меня 6 лет жизни. 6 лет я жила в розовых очках, одурманенная своей безумной любовью к уже бывшему турку. И полтора месяца назад в один из солнечных дней я разорвала с ним все отношения. Отношения закончились с ним так громко, скандально, что, наверное, весь интернет тогда трещал по швам. И в тот момент, когда я была еще вся в гневе и кровь кипела от злости, мне пишет молодой турецкий парень, мой сверстник. В ответ на его сообщение я лишь поздоровалась и добавила, чтобы он не устраивал мне здесь цирк со своим красноречием. Но парень оказался настойчивым, и он начал писать сообщения за сообщением. Я, в свою очередь, начала молчать, читала, и еще где-то через час его писанина начала ему бурно отвечать. Общались на нейтральные темы. Парень оказался очень веселым, воспитанным, культурным, образованным, внимательным курдом, который живет в одном из больших туристических городов Турции. И в какой-то момент меня осенило аллилуйя. Это тот парень появился в самый нужный момент, чтобы не истерить из-за бывшего и не быть волком. Звать своего нового турецкого знакомого я буду красива кролей. В течение трех дней я и кроля переписывались в ВК в каждую свободную минуту, и мы заходили на свою каждую страничку, чтобы воодушевленно написать что-то новое друг другу. Все было хорошо. Но недоверие к нему и бешенство к его красноречию меня не покидало. Понятное дело, что это все из-за совсем свежего разрыва с другим мужчиной, тем более турком. К слову сказать, я не стала говорить о том, что у меня были уже отношения с турком, потому что умом я понимаю, что каждый турок хочет быть у своей иностранной девушки первым. Турок, который откроет ей все прелести турецкой жизни. Ему же я сказала, что в Турции я ранее была как туристка, и она меня покорила своей кухней и музыкой. Ну и естественно, любовь к Турции пришла через турецкие кинофильмы. Именно поэтому я решила однажды, что хочу знать больше о этой стране, и начала самостоятельно изучать турецкий язык. Вот почему я немного понимаю по-турецки. Через несколько дней наше общение перешло в отца. Мой турецкий парень еще хотел, чтобы я начала ему доверять. Он прислал мне свой паспорт. Женат ни разу не был. Присылал фото, видео с работы, присылал отчеты, скриншоты всякие, с кем созванивается. Присылал фото своих родных. Он очень хотел отослать мне посылку какую-то с вкусняшками в знак своей верности, любви. Типа он влюбился уже в меня, но я от посылки отказалась. Готов прислать в любой момент деньги, если мне нужна будет такая помощь. Самое главное, что он хочет ко мне прилететь, когда откроют границы. Этого я тоже категорически не хочу. Первая встреча должна проходить на нейтральной территории. Да и город мой совсем не близкий, скучный и не для встреч. В общем, тролливали все дела. Месяц общения прилетел словно два дня. И вот он стал меняться. Он пишет нередко. Если только я ему первое пишу, и при этом он веряет, что его отношения ко мне не сменились. Но я вижу, я понимаю, что начинаю терять человека, которому уже привыкла, которому уже привязалась и которого уже ревную. И то, что он изменился, миновато отчасти и я. Каждый день ему, наверное, писала между строк, что все равно ему не доверяю, не верю. В жизни, наверное, предателем он будет. Он целый месяц клялся, просил ему поверить. Хотел даже удалить всех своих подруг из ВК, чтобы я была спокойна. Но у меня, я становлюсь сразу вопросом, а чего же он не удалил-то? В чем проблема? Надо было ей, да, надо было, пусть удаляет. Сначала я этого не хотела, а потом сама его попросила. Но не удалять подруга, а забанить черту всех. На что мне тогда ответил, я могу это сделать, я могу их заблокировать, но твое недоверие ко мне останется прежним, я чувствую это. Пойми, я очень хочу, чтобы ты начала мне доверять, это очень важно. И, естественно, он их не забанил. Со мной стало очень редко общаться, а когда мы общаемся, то называет меня своей любимой девушкой. Пять дней назад я уже не выдержала и написала ему, что он предатель, потому что фактически бросил со мной общение. Зато в ВК заходит каждый день. На что я получила ответ, что я всегда у него на уме, и что я привязалась, и с ним легко, просто, после каждого общения с ним в душе какая-то радость наступает. И вот он фактически затих. Девочки, я не знаю, что мне делать, мое состояние на грани истерики, я хочу верить ему, хочу одновременно, сама его, получается, отталкиваю. Я не знаю, как проверить его на честности серьезных, как сделать так, чтобы он вновь стал со мной общаться, как прежде, и я не хочу его потерять. Я сама уже первая ему не пишу, стараюсь вообще держаться. Спасибо всем, кто ответит, и вам, Гале, конечно, спасибо. Мой ответ очень простой. Вы поверили в отношения, которых на самом деле не существует. Я это видео уже много раз об этом говорила, затрагивала эту тему. Вы живете не настоящими, а интернет, онлайн, общением вот этим. Это фальшивка, не то, что на самом деле. Вы создали иллюзию отношений, вы уже и влюбились, и начали ревновать, и все прочее. Всех в основном, когда пишут какие-то истории, или даже ко мне на консультацию приходят, у кого за плечами, ну не просто как к психологу, а именно турецкая подоплека в отношениях, то есть у нее проблемы какие-то с турком. Все думают, что я какой-то эксперт в турецких отношениях, что я, так как здесь же узнаю менталитет. Но всегда в основном все сходится на... Не на менталитет, что турки другие. Всегда все сходится на том, что это личные качества человека. И здесь далеко к гадалке ходить не надо. Мне кажется, всем все понятно, и девочки это в комментариях напишут. Вы просто встретились с парнем, который... Вы знаете изначально, что он несерьезный. Он просто общается в интернете с девчонками. Может быть, ему где-то повезет, он встретит там свою любимую какую-то или еще что-то, может, он в это верит. Для каких-то своих целей, развлечений, уже в курортной зоне, как вы сказали. Поэтому у нее есть контакт, значит, он общается с девчонками, с которыми знакомится, с туристками, поддерживает с ними потом общение после их отпуска. Это же логично. И вообще у меня вопрос, если вы видите в контакте в соцсетях вашей страны какой-то, не иностранный, не фейсбук, да, международный, почему вы не задаетесь вопросом, откуда он вообще может знать о этих иностранных соцсетях, о ВКонтакте? Даже если, окей, он хороший, вы познакомились в ВКонтакте, я не говорю, что там все изначально какие-то плохие. Но кто-то же ему об этом сказал. А как ему могли прорекламировать? То есть он ходок за славянскими девушками, получается, да? Турчанки же там не зависают в ВКонтакте, вот я к чему веду. Значит, у него есть определенные интересы и запросы. Как он себя ведет? Порядочно ли он? Нет, это уже другой разговор. Я про то, что у мужчин изначально есть вот такой вот запрос, такая цель, если так можно выразиться. Я бы это восприняла сначала первое на галчу. Что он здесь ВКонтакте делает? И задала бы, естественно, такое. Сколько ты вообще, блин, об этом сайте узнала, он иностранный? Следующее. У него куча всяких девок в друзьях, естественно. Истинный мачо. Он говорит очень красивые слова, на которые вы ведетесь. «Я всех заблокирую, удалю, чтобы ты мне доверяла. Вот тебе скрины, фотки и тря-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». А в итоге ничего. Насмотреть по фактам. По факту он никого не заблокировал, а стал меньше общаться с вами. Короче говоря, он просто поиграл, пообщался и понял. Ну, вы влюбились в иллюзию вот этих отношений, вы думаете, что это ваш парень. И, собственно говоря, у него пропало влечение, интерес какой-то. Может быть, ну, это печально, но кто-то должен же вам это сказать. Может, у него другая девчонка появилась, которая ему просто интересна. А может, ее и нет, и просто к вам интерес пропал. Вот так бывает же. Это только можно принять. Обидно, неприятно, но это для вас намек вообще задуматься вам о вашей жизни. Вы играете в фальшивые отношения. Вы бежите от реальности, где какие-то реальные проблемы в реальной жизни. Вам хочется легких отношений без каких-то трудностей. Они есть в интернете. Почему у вас проблемы с тем, чтобы найти таких парней в реальной жизни? Естественно, то, что он иностранец, да. Где общаться с иностранцем, в интернете знакомиться. Но просто если вы общаетесь с иностранцем, переводите быстрее общение в реальную встречу. То, что в интернете всегда говорила, и последний раз еще повторю, это не настоящее. Вот пока реальная встреча у вас не произошла, это все нельзя близко к сердцу подпускать. Вы подпустили близко к сердцу. Вот теперь страдаете, мучились. Ну, придется перебеситься, потому что насильно мил не будешь. Заставить с собой ты никак человека не сможешь. Потихонечку сливаются, значит, такие у него интересные. Ну что, забить просто остается. Ничего вы не сделаете здесь. А винить себя, это вообще такая дальняя история. Он вам ничем, по сути, не обязан. Вы ему тоже. А то, что вы так загоняетесь, это ваша личная проблема. Вы слишком много в это вложили, в то, чего вообще не существовало. И вы готовы были поверить каждому слову вот такого мужчины. Он красиво очень не пел. Ну как изначально он к вам зашел? Я ему не верила, он мне так красиво все распевал. Так они все так делают. И не только турки, а вообще в принципе мужики. Они все красиво обхаживают девчонку, которая ему понравилась. А потом он начинает узнавать, какая она. Так и он красиво обхаживал какой-то там месяц. А потом начал общаться и нашлось более интересное. Или начал общаться и понял, что взгляды не сходятся. Поведение не такое, как ему хотелось. То есть что-то там не то. Не та девушка, которая... Он хорошо повлинился, себя показывал, из себя пытался что-то, да. Он больше врал, получается, да. Какая-то влюбленность, но на ней переросла. Более серьезные чувства. И так бывает. И это много так у кого бывает. И у вас такое же, наверное, в жизни было, да. Когда вам какой-то мальчик за вами ухаживает, но он вам не очень нравится. Не перерастает это. Симпатичен, но в любовь там не перерастает. И вы все равно по жизни с этого человека расстаетесь, перестаете общаться. Он же тоже когда-то был такой же ситуации, как и вы. Это просто сейчас в интернете происходит. Вот и все. Разницы никакой. Но я просто советую не придавать значение такого огромного мужчинам из интернета, вот этому онлайн. В реальной жизни встретились, познакомились, когда я с ним после интернета. Это другой разговор. Здесь можно говорить о каких-то отношениях. А же он с кем-то симпатию, у вас с кем-то переписываю. Вы уже его своим парнем считаете? Ну, это все фальшивка, если так можно выразиться. Это не по-настоящему. Не забываем о своей реальной жизни. Пишите комментарии, давайте советы, потому что девушка именно для этого и написала. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Не переживайте очень сильно. Все наладится. Из этих мужчин будет еще целая куча. Скоро увидимся. Всем пока.